Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Почти 60 мобилизованных в Алтайском крае вернули домой. Куда обращаться жителям региона в случае ошибок военкомата при частичной мобилизации? В поисках брони жители края начали активно интересоваться работой на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Как охраняют детей? В барнаульских школах начались проверки безопасности на фоне трагедии в Ижевске. В Алтайском крае продолжают провожать мобилизованных. Проводы проходят в разных районах края. Ну вот и провожаем наших бойцов. Все вернитесь здоровы и невредимы. Ждем всех. Алтайские военкоматы оказались в списке тех, кто допустил ошибки при частичной мобилизации. Так, 59 призывников нашего региона вернули домой. Об этом сообщает правительство. Эти мобилизованные, как оказалось, не соответствуют заявленным ранее Министерством обороны правилам отбора. Один из показательных примеров ошибки – вручение повестки вдовцу с двумя детьми. Мужчине удалось помочь, его отстояли представители Общероссийского народного фронта, которые обратились в военкомат Ленинского района Барнаула. В целом же для содействия помощи мобилизованным в Алтайском крае на базе регионального исполкома ОНФ создали специальный центр. В случае нарушения указа президента о частичной мобилизации родственники и сами призывники могут обращаться в центр за разъяснениями. Только за понедельник сюда обратилось больше 115 человек. В основном люди просят разъяснить порядок мобилизации. Разряды, если, условно говоря, первый, то есть для солдат, старшин, матросов до 35 лет, то есть в военкомате его отсматривают, нет по этому объему, то есть или по этой военно-учетной специальности нет необходимого количества для мобилизации, они переходят сразу на второй или на третий разряд. То есть это соответствующая возрастная группа там 50, то есть 45 и 50 лет. Много вопросов и по состоянию здоровья. В военкоматах порой нет информации о заболеваниях призывников, ведь кто-то из них там не был 10, а то и 15 лет. Часть алтайских мобилизованных уже прибыли в Омск и в ОНФ можно обращаться также по вопросам организации их бытовых условий. Были ситуации по стране, когда, условно говоря, нет условий в казармах, нет надлежащего питания в свое время. То есть нет, условно говоря, полноценного оснащения там амуниции сразу, да, или наоборот идет изъятие амуниции, которую люди собрали. В региональном исполкоме Общероссийского народного фронта рекомендуют писать о нарушениях на электронную почту. Ее можно найти на сайте, можно звонить по телефону, который на ваших экранах, или прийти по адресу в Барнауле на Анатолий 97, 4 этаж. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Жители края начали активно интересоваться работой на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом нам сообщили собственные источники, близкие к сфере ОПК. Известно, что сотрудники оборонных заводов могут получить бронь, то есть избежать частичной мобилизации. В крае насчитывается порядка 10 таких предприятий. Большая часть из них находится в Барнауле, но есть также в Бийске и в Рубцовске. Буквально сегодня стало известно, что перечень для отсрочки от мобилизации расширился. Так Минцифра обнародовал список, в котором почти 200 специальностей. В их числе математика, физика, психология, перевод и ряд других. Однако бронь на эти профессии могут получить те сотрудники, что работают в IT-сфере, и их образование обязательно выше соответствует списку. Организация, к тому же, должна быть аккредитованной. В Минцифре заострили также внимание, что для освобождения от призыва нужно еще, чтобы сотрудник обязательно выполнял критически важные функции. Призванных на службу по мобилизации не будут увольнять с рабочих мест. Об этом сообщила Надежда Капура, начальник управления по труду и занятости населения края на онлайн-пресс-конференции. Сейчас принято постановление 1677, которое напрямую запрещает гражданам, мобилизованным после 21 сентября, запрещает работодателям увольнять этих граждан без сохранения за ними рабочего места. А это значит, что работники, попавшие под мобилизацию по закону после службы, могут вернуться на свою работу. Стаж при этом будет непрерывным. На время отсутствия такого сотрудника работодатель вправе нанять временного сотрудника. К другим темам. Пациенты кардиологических отделений нашего региона становятся все моложе. Недавно в краевую клиническую больницу попал 28-летний парень с инфарктом. Накануне Всемирного дня сердца расскажем, какие новые методы применяют для лечения сердечников, кто в зоне риска и есть ли способы не попасть на больничную койку. Если раньше среди пациентов кардиологических отделений были в основном зрелые мужчины, то сейчас 40% от числа больных – женщины. Татьяна Сырова в отделение попала уже со вторым инфарктом. Винит себя за то, что полгода как перестала принимать лекарства. Результат – очередная операция по установке второго стенда. Первый раз, это когда в 2020 году было, я дома находилась, утром встала, ну, пока обычно походила, все, у меня тоже так же боль в груди, но не такая была, в этот раз сильнее было. Стало дыхание тяжелое. В первую очередь, это признаки острого коронарного синдрома. Давящие, сжимающие, жгучие боли за грудиной, с радиацией в левую руку, в нижнюю челюсть. Если человек обнаружил у себя такие симптомы, требуется срочная госпитализация. Крывая клиническая больница в год может принять почти 2000 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Татьяне Сыровой уже гораздо легче, быстро помогли. К слову, в больнице сейчас используют самые современные методы диагностики и лечения болезней сердечно-сосудистой системы, к примеру, коронароангиографию. Есть такой аппарат, который позволяет исследовать коронарное русло, так называемое КТ изнутри сосуда. Это световой специальный датчик. Мы получаем такой КТ-срез внутренней поверхности сосуда, КТ-срез бляшки, по которому, собственно, мы можем судить о том, насколько бляшка стабильна, насколько она перекрывает просвет сосуда, насколько эффективно проведено даже стентирование, насколько проведено стентирование, которое было выполнено, например, полгода, год до этого. Чтобы понять, какую тактику применить в лечении, к примеру, миокардита, воспаление мышечной оболочки сердца, а он после ковида стал встречаться куда чаще, проводится также биопсия миокарда. Несмотря на местный наркоз, пациент абсолютно не чувствует боли, говорят врачи. И в очередной раз напоминают, чтобы избежать попадания на больничную койку, нужно заниматься физкультурой и правильно питаться, ведь ожирение, как и курение, один из основных факторов риска болезней сердца. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле начали проверку мер безопасности в школах. Этот вопрос сегодня обсудили на экстренном заседании в администрации города. Повод проверок понятен. Трагедия в Ижевске. Вчера вооруженный мужчина открыл огонь в школе. По информации разных СМИ, число погибших возросло до 17 человек. Среди них дети. Еще более 20 человек пострадали. Такие трагедии всегда заставляют трезво посмотреть на систему безопасности в школах. В прошлом году тоже на фоне стрельбы в школах в регионе заговорили о необходимости другого подхода к охране. Часто на входе можно было увидеть просто бабушек. По информации Комитета по образованию, охрана школ Барнаула осуществляется сотрудниками ЧОП. Все школы оборудованы кнопками тревожной сигнализации, рамками металлодетектора, видеонаблюдением. На обеспечение безопасности в школах в 2022 году из городского бюджета выделили порядка 65 миллионов рублей. Буквально сегодня рано утром было проведено экстренное совещание Совета директоров города, где мы определили, что нужно, во-первых, провести самопроверку, еще раз проинструктировать всех ответственных лиц. Наличие действий определенных на лиц, которые посторонние заходят, то есть как реагирует охранник, как все ответственные люди выполняют свои обязанности. Ну и Комитетом по образованию, ну я думаю, что и силовыми ведомствами будут произведиться такие проверки, потому что безопасность детей – это самое главное. Шить стильную, отвечающую последним тенденциям моды кофту всего за несколько часов, которая к тому же покорила жюри национального состязания. Это под силу молодому барнаульскому модельеру. Она успешно приняла участие в конкурсе молодых профессионалов, а сегодня поделилась с нашей съемочной группой секретами швейного мастерства. Какое длинное изделие вы бы хотели? Ну, вот смотрите, мы же не можем сделать его сильно короткий, он будет примерно до ледер. Алисе всего 16, но она уже помогает вести уроки кройки и шестья для своих младших одноклассниц. А ее швейное мастерство высоко оценили в культурной столице России. На национальном чемпионате молодые профессионалы в категории технология моды девочка получила статус одной из победительниц. Конкурс был серьезный, изделие, а точнее куртку-бомбер нужно было сшить всего за 12 часов. И сложно было, но в то же время очень интересно. Особенно мне понравилось украшать изделие. А чем украшала? Когда мы украшали бомбер, нам дают всегда определенные материалы. И когда мы украшали бомбер, нам дали ленты, полукольца дали. Я сделала, чтобы капюшон затягивался, настричила узоры из желтых лент. Поставлю в исходное состояние. Так, сейчас начинаешь. Алиса и другие воспитанники коллектива регулярно принимают участие в национальных и всероссийских конкурсах. За спиной уже десятки модных показов коллекции ручной работы. Некоторые выпускники, рассказывают преподаватели, такое дополнительное образование даже используют в качестве заработка. Шьют стильную дизайнерскую одежду, ходи, толстовки, костюмы. Спрос есть. Шить сложно. Сложно создавать коллекции, грамотные коллекции. Но учиться надо. Дело в том, что у нас очень большой запрос от предприятий Алтайского края на тех, кто бы помог им в производстве. Увы и ах, портных, художников, модельеров и дизайнеров, швей у нас недостаточное количество. Поэтому будущих профессионалов обучают не только швейному и дизайнерскому мастерству. В стенах краевого дворца творчества им преподают и дополнительные предметы, изобразительное искусство, ритмику, уроки имиджа и дефиле. Ведь в индустрии моды, как подчеркивают преподаватели, нужно уметь себя подать. Поэтому главной задачей педагоги в своей школе видят воспитание творческих и уверенных в себе личностей. Уже в эту субботу спортивный комплекс «Темп» примет международный турнир по смешанным боевым единоборствам OpenFC 23. Зрители увидят 12 ярких поединков, в числе которых два громких боя за пояс чемпиона лиги. Особое внимание к поединку россиянина Данила Приказы против бразильца Жонаса Буэна. На пресс-конференции наш корреспондент Дмитрий Дроздов узнал, когда иностранец прибывает в Барнаул, какой гонорар будет у файтеров и как турнир организовывался. В феврале этого года OpenFC уже проводили в Барнауле. Турнир получил массу положительных отзывов от болельщиков, поэтому организаторы не стали откладывать в долгий ящик. Правда, в этот раз вместо Титов-арены турнир переезжает в темп. Причина веская. Там единственный большой плюс. В нем тепло. Спортсменам комфортнее в разы будет. Да и организация придет более проще. Это травмоопасно, когда в помещении холодно. Главный бой вечера – Россия против Бразилии. Данила Приказа – действующий чемпион лиги против опытного бразильца Жонаса Буэна. Соперник нашего бойца прилетает завтра. И кое-какие преимущества у россиянина есть. Да, более симпатичные, наверное. Слушайте, касательно спортивной части, конечно, я здесь прошел сбор. Это полноценный месяц тренировочный. То есть в этом лагере мы готовимся все вместе к этому турниру. Шарах нам помогает. Многие ребята, кто готовится к своим другим боям в разных других организациях, тоже здесь находятся. Помогаем друг другу. Многих интересует вопрос о гонорарах бойцов. Однако узнать точные цифры не удалось. По контракту сумму разглашать нельзя. По словам организаторов, нулей там достаточно. Через пару дней файтеры выйдут в октагон и по-мужски разберутся, кто из них достоин стать победителем. Ирина Корчагина, Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Футболисты «Динамо» Барнаул провели два матча на выезде с молодежкой из Урала и клубом «Челябинск». Барнаульцы побед не привезли, но главный тренер «Динамо» остался матчами доволен. Почему? Расскажем далее. В тот день, когда «Динамо» Барнаул встречали с «Уралом-2», фаворитов не было. Команды с одна турнирной таблицей, два аутсайдера, но не чуждые жажды победы. Первый шаг к трем очкам сделали «Барнаульцы», открыв счет на шестой минуте матча. И с этого момента на «Урале» началась перестрелка. Хозяева счет сравняли, и дальше болельщики наблюдали футбольные качели. Итого пять забитых мячей, 3-2, но не в пользу «Динамо». А вот дальше в соперниках бьющий по воротам и не только «Челябинск». Так можно говорить, только если мы находимся в конце турнирной таблицы, а соперник – один из лидеров чемпионата. Футбольный клуб «Челябинск» за 90 минут матча нанес 19 ударов по воротам, из них восемь в створ и забил всего один. Да, такое тоже бывает. А вот «Барнаульцы» лишь раз пробили, и этого хватило, чтобы счет на табло остался 1-1. Обидная ничья. Мы знали, что у «Барнаулы» есть проблемы со столом. Можно сказать, что за свою игру у «Барнаулы» был один момент, и они этот момент использовали, и дальше проиграли от обороны. По итогу двух выездных матчей – поражение и ничья. Но эти результаты для нас сейчас равны победе. В таблице мы занимаем 10-е место из 12-ти. И болельщики уверены, что клуб может подняться выше. Следующий матч «Динамо-Барнаул» проведет 2-го октября в Омске против местного «Иртыша». Дмитрий Дроздов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует.